Всем привет! Всем привет! Приветствую всех на канале Алан Плюс Алина. И сегодня у нас будет обзор и распаковка телефона LG Magna. А именно модель H502F в цвете Gold. Золотой с черным. Сейчас распечатаем и посмотрим, что у нас в коробочке и как выглядит данный телефончик. Телефон заказывал в интернет-магазине для своей мамы. Она себе давно хотела телефон поменять и вот решил ей именно LG купить. В комплекте телефон, бумажки, инструкции, батарея, зарядный блок питания и USB кабель. Наушников и всего остального в данной модели нету. Сразу скажу, телефон на две сим-карты. Вот с этой стороны он вот такой вот золотой цвет у него, очень красивый. Сделан под металл. С этой стороны он идет чисто черный, такой сплошной черный цвет. Очень люблю я вот такие вот зарядные устройства, к которым можно подключать USB провода. Очень удобно, можно разную технику заряжать, так как когда идет цельный шнур с USB, то уже не всегда можно что-то зарядить. Здесь вот такой вот шнур, примерно метр длины. Батарея BL54SH, заявленная мощность 2 540 мАч. Перейдем поближе к телефону, сейчас поставим в него батарею. Значит, крышка задняя снимается. Есть прорезь для пальца, очень легко снялась. Устанавливаем батарею. Повторюсь, телефон на две сим-карты. Значит, размер у них микросим, поэтому мне придется подрезать карты, которые у мамы стоят в телефоне. Значит, карточка под SD-карту. Значит, вот здесь идет разъем SIM. Здесь тоже под SIM-карту и SD-карту. То есть, динамик. Все, телефон закрыли. Все очень плотно сидит, ничего не скрипит. Такой сбитенький телефончик. Хочу добавить, что телефон понравился вот этой новой, необычной такой, изогнутой формой, которая гласит, что якобы удобно его держать в руке. Ну, я, в принципе, с этим соглашусь. Вот я его только взял в руку, и он, можно сказать, как литой. Хотя, сейчас пройдемся по его характеристикам. Данный телефон 5-дюймовый, не самый маленький размер. Телефон крупный, но при этом он легкий, тонкий. И за счет этой формы очень удобно лежит в руке. Значит, что еще понравилось? Что, на боковых сторонах телефона нет никаких кнопок. Как мы привыкли видеть, качельку громкости, кнопку блокировки и так далее. Здесь этого нет. Снизу у нас разъем для зарядки USB, микрофон. Сверху у нас также микрофон и разъем под наушники. А кнопка блокировки и громкости у нас на задней крышке. Вот это в центре кнопка, это блокировки. Здесь вот качелька громкости. Камера и вспышка. Скажу, что думал, что это не очень практично, но достав только телефон из коробки, у меня просто палец сам потянулся именно вот в такое положение. То есть вы берете телефон в руку и вы сразу ложите палец на кнопку. То есть, как по мне, мне кажется, в использовании будет очень удобно пользоваться таким расположением кнопок. То есть вы в любой момент только достали, разблокировали, заблокировали. Ну, то есть удобно, громче, тише. То есть кнопка очень удобно сделана. Плюс кнопка громкости, она такая шершавенькая. То есть вы всегда ее не перепутаете ни с чем. Вот очень все удобно. Значит, пройдемся дальше по характеристикам телефона. Телефон 5 дюймов, экран у нас IPS, разрешение 1280 на 720. Процессор в данном телефоне 4-х ядерный, MediaTek MT6582 с частотой 1.4 ГГц. Насколько он мощный, я не могу ничего сказать, потому что у меня у самого телефон старенький. И как бы я не могу ни с чем сравнить, как он будет работать быстро, медленно. Но мне кажется, что телефон будет работать хорошо. Значит, камера у нас основная 8 Мп, фронтальная заявлена 5 Мп. Поэтому, мне кажется, фотографии на фронтальную камеру должны быть очень хорошие и качественные. Оперативной памяти у нас тут 1 ГБ и 8 ГБ встроенной памяти. Система у нас здесь Android 5.0. Но я думаю, что можно будет обновиться на что-то поновее. Значит, данный телефон есть в трех цветах. Черный с золотом, вот как мы выбрали. Есть черный и белый с белой задней крышкой. И вперед черный, и задняя крышка так называемый цвет титаниум. То есть, как металлик, мокрый асфальт, вот что-то такое. Ну, вот этот для женщины, я думаю, самый лучший будет цвет, что цвет очень красивый. Он даже не золото, а как такое красное золото, я не знаю, сказать можно. Ну, очень красивый цвет. Ну, как обычно, тут GPS, Wi-Fi, все это, как на всех телефонах. Плотность пикселей 294 пикселя на дюйм у экрана. Поддерживает карты памяти до 32 ГБ. А так, в принципе, все остальное, как во всех телефонах. То есть, ничего, я думаю, нового здесь нет. Единственное, что по самому меню, по самой вот этой прошивке, там есть кое-какие такие изменения, которые я вам сейчас покажу. Так, ну что, самое интересное, снимаем уже пленочку защитную. А то телефон показываю, а включить до сих пор не включили. Так хорошо приклеено, что и не снять. Включаем телефон. Это будет первый запуск его. Про вибрировал и пошла загрузка. Честно, первый раз вообще держу в руках LG телефон из смартфонов. Там вот Samsung'и всякие, Galaxy'и, S5, S6, iPhone'ы. Все это в руках уже держал, у знакомых, у друзей. А у LG как-то ни у кого нет телефона. Поэтому даже в руках не держал никогда. Выбираем для всех привычные настройки, то есть язык. Я уже создал сразу аккаунт. Вот так вот выглядит меню данного телефона. Кнопа, как мы видим, у нас нету, только сенсорные на экране. Телефон работает, как по мне, очень хорошо, плавно, шустренько. Пока мне телефон очень нравится. По поводу блокировки. Давайте немножко пройдемся по меню, чтобы хотя бы видеть, как оно выглядит. Вот такое вот меню на данном телефоне. Камера, как запускается. Проверим, как данная камера фотографирует. Очень быстро фокусируется. Очень четкие и качественные снимки получаются. Давайте еще зайдем в настройки. Прошивка у нас 5.0.1. Вот смотрите, версия ядра, номер сборки, версия программного обеспечения. Сейчас проверим, или можно его обновить. Да, вот даже уже горит здесь единичка. То есть, что телефон можно обновить. Сразу делаем обновление. Пока телефон обновляется, еще хочу немножко полазить по меню и заодно показать вам. Вот такая вот стандартная шторка, как на всех Android-телефонах. Здесь можно переключать, отключать Wi-Fi. Также она двигается в сторону. И здесь большое количество разных функций. То есть, синхронизации, местоположение, Bluetooth и так далее. По поводу подсветки. Здесь у нас можно самому менять и также авто ставить. Громкость звонка регулируется. И также можно сразу выбирать громкость всех звонков. Уведомлений, мелодий, звонков и так далее. Так, ну что, телефон еще наш обновляется. Вот у нас идет загрузка обновлений. 264 мегабайта. Пока скачалось только 42, то есть, еще будет долго грузиться. Ну что, друзья, в принципе, я вам все про данный телефон рассказал. Показал его. Так сказать, первые впечатления о нем. Дальше будем пользоваться, будем изучать. И уже поделимся какими-то еще выводами в конце. Ну, опять-таки, повторюсь, очень удобно продумана вот эта кнопка. Так сказать, по-новому и удобно. То есть, в любой момент вы заблокировали. То есть, у вас всегда палец, как бы даже если вы держите телефон, вот так вот, очень удобно. И так же самое можно разблокировать. Раз. И все, телефон разблокирован. И что касается громкости, то же самое. Еще включу вам динамик, чтобы вы услышали, как мелодии играют. Так. Звук такой средненький. В принципе, нормальный. За счет того, что тут один динамик стоит. Звук нормальный. Все, друзья. Заканчиваю данное видео. Все вам рассказал, показал о данном телефоне. Телефон хороший, качественный, хорошая сборка. Ничего не хрустит, не гнется, как многие телефоны. Ну, экран, как вы видите, залапывается. Ну, это не проблема. Приклеим сюда стекло, наденем чехольчик, и телефон будет хорошо сохраняться. В руке лежит очень удобно. Цвет красивый. На этом все. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok